привет мои дорогие с вами оксана и сегодня я предлагаю вашему вниманию видео болта логическое а именно поговорить о сегодня с вами хотела на тему взаимоподписки по ютубу прокатилась целая волна подобных видео с разными мнениями мнениями разделились кто-то за кто-то против также очень много предложений о взаимной подписки и честно говоря видео я это снимаю под впечатлением просмотренного видео одно одного блогера девушка в своем видео рассказывает о том что она за что она очень поддерживает взаимоподписку что в общем все хорошо давайте будем снимать бла-бла-бла и в общем все в этом духе я как-то призадумалась на эту тему потому что она касается в частности и меня тоже в том числе мой канал открыт недавно ему буквально два месяца и предложение взаимной подписки ко мне поступало очень много и я конечно же заинтересована в том чтобы у меня было много подписчиков но я пошла по другому пути я решила пойти именно по другому пойти пути почему тут каждый для себя определяет цель а зачем он открыл канал я так понимаю что целей несколько может быть у человека потребность общения тренировка своей речи тренировка своего стиля как бы умение разговаривать умение держаться перед камерой повышение самооценки и как не банально звучит денежки вот эта тема конечно самая такая животрепещущая что ли деньги вот я для себя определила что если целью создания создания чего-то есть деньги то она уже на 80 процентов на провал направлена однозначно если же цель любой деятельности это творчество это позитив это желание нести информацию желание делиться чем-то грубо говоря на отдать если человек направлен тогда успех будет если человек направлен на то чтобы взять получить успеха не будет ну вот как говорится такие законы вселенной они присущи всему и именно вот блогерству в том числе даже если не в большей степени я как бы получала предложение по поводу взаимоподписки я очень отзывчивый человек я откликалась я подписывалась число подписчиков увеличивалось но в какой-то момент я такую тенденцию заметила что от меня подписчики уходят почему 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 человек который заинтересовался твоей темой твоим каналом вдруг решил что ты ему не нужен и тема которые были интересны вчера не интересны сегодня что я стала хуже подавать информацию темы мои стали менее интересными и я проследил такую тонну тенденцию что уходят то те люди на которых я подписалась которым я ответила взаимной подпиской в общем ситуация складывается так что обман в чистом виде обман и не добра союз не добра совестности какая-то непорядочность что ли в этом и все я с этим как говорится делом завязала и и мнение свое вот высказываю на эту тему как бы не то что будьте осторожны выбор конечно за каждым из вас выбор конечно делает каждый для себя для своего канала тут вопрос в мотивации для чего вам это нужно кто-то снимает чтобы получить денежку пожалуйста но делайте это как сказать добросовестно просто так ничего не дается в жизни обязательно надо вкладываться обязательно надо затрачивать усилия обязательно надо вложиться морально материальные физически как и в любой деятельности если вы хотите хотите получить результат я бы не хотела например получить большое число подписчиков таких людей которым мой канал не интересен которым тема мои не интересны также как и сама вот не зря же говорят относись к людям так как ты хотел бы чтобы относились к тебе поэтому если я вижу что мне канал интересен да я и так подпишусь мне не нужно предложение никаких делать я и так найду человека я найду тему которые мне интересны я подпишусь и я буду просматривать его видео я буду комментарии оставлять я в общем для себя выбрала такой путь отношение мое взаимной подписки негативная я против во первых это есть какая-то доля в этом нечистоплотности что ли во вторых результата это не даст положительного то есть те люди которые под воздействием взаимоподписки к вам пришли они с таким же успехом от вас и уйдут и денежек вы тех не заработать каких хотите заработать именно вот таким путем единственный вариант это любить то что ты делаешь правильно положительно доносить то что ты делаешь и регулярность обеспечивает результат это делать надо постоянно вообще все начинается с того чтобы занятие вам это нравилось если вам это нравится не важно куда вы придете что вы хотите от этого важно что вы занимаетесь это с любовью вкладываете душу вкладываете свое настроение свое время тогда результат не замедлит себя ждать те блогеры которые снимают видео для достижения каких-то своих личностных целей я уже перечисляла побороть стеснение выработать правильную речь и так далее а им то зачем нужны взаимные подписки ну пожалуйста снимайте ну пожалуйста работайте над собой речь вырабатываете но зачем вам взаимная подписка в этом случае тоже непонятно я кстати очень люблю блогеров которые может быть не обладают такой правильной поставленной речью который может быть не так как сказать презентабельно выглядят но в них есть вот этот стержень есть их особенность есть их стиль и есть информативность то что они дают я их с удовольствием смотрю еще раз повторю мне не надо обращаться с автоподпиской со взаимной подпиской тех людей я их сама найду я их сама буду с удовольствием смотреть еще несколько слов хотела сказать я по поводу возраста вот видео того блогера которого я просмотрела такая тема прозвучала что видеоблог можно снимать в возрасте не моложе 15 лет и вот все вот это вот когда личность уже сформировалась созрела в общем все в этом духе ну вот че слово чушь собачья я знаю очень достаточное количество блогеров по возрасту я думаю ну 10 12 13 лет у которых я такая тетя великовозрастная много чему научилась даже создавая канал свой вот честно говорю и знаю блогеров и видео просматривала довольно таки взрослых серьезных казалось бы людей но такую чушь подающих и так все это безобразно в общем возраст это вещь относительно можно быть умненьким молодые годы и быть совершенно извините дураком и в старом возрасте это такая категория которая не зависит от возраста на тему конечно возраста тоже я не согласна может быть что они так понимаю в жизни но тем не менее отношение мою так я лучше буду общаться с молодым умненьким человеком чем со старым но извините за выражение дураком вот как-то так сказать резюмируя вот это все выражают свое такое мнение я за честную конкуренцию блогеров очень много тем очень много способа донести информацию очень много ищите свое находите подписывайтесь и оставайтесь я желаю чтобы на моем канале оставались те подписчики которым это интересно которым это действительно нужно и которые в дальнейшем останутся со мной вот на этом и все с вами была оксана всем пока пока